Так уж, если говорить. Ну а что касается фасада школы, я могу сказать, так уж в этой жизни получилось по территории Березовки. Сегодня первая школа это административное здание по Центральной и плюс здание по улице Советской. К сожалению, у меня все эти годы, сколько я живу в Березовке, учатся две дочери. Одна закончила, вторая сейчас учится. Поэтому я эти школы знаю, в общем-то, со здания самого района. А вторую школу я еще и строил. Ту часть здания еще и строил, как строитель. Поэтому фасад вот этот, конечно, он сегодня, так скажем, раздражает всех и меня. Раздражает уже несколько лет он находится в таком состоянии. Значит, единственная проблема по этому зданию, это то, что нужны средства. И для того, чтобы выполнить сегодня ремонт фасада, не заменив оконные блоки, да, вы же понимаете, что по два раза к одному тому же переделать тоже не хотелось. Поэтому мы сейчас максимально стараемся все-таки изыскать средства, чтобы хотя бы в этом году, если не удастся выполнить фасад всего здания, то хотя бы две стороны, стороны, которые мы сейчас видим, фасадную и вот эту торцевую, хотя бы часть выполнить. В прошлом году получилось так, что денежные средства, которые были выделены, можно было, так скажем, использовать для ремонта этого фасада, мы вошли уже в ноябрь-декабрь месяц. Не получилось выполнить. Вот в этом году три школы у нас на замену окон попали по министерству финансов, министерству образования, это две, третья школа Березовки, четвертая школа Березовки и школа Исаульская. Там был определенный подбор, связанный с тем, что по возрасту школы, то есть пошли по принципу подбора, не по самое старое и прочее, а самое новое и в обратное. Поэтому вот мы тоже туда не попали, к сожалению. Ну, задержка идет только по причине отсутствия финансирования, поэтому мы сейчас будем изыскать. Пытались мы здесь, конечно, и через предпринимателей, ну, полтора миллиона только для ремонта одного фасада предпринимателей тоже накладно потянуть, это вы представляете, какие огромные суммы. Ну, и еще нужно два миллиона для того, чтобы заменить окна. Вот, так скажем, грубо сумма денежных средств, которая нужна для ремонта этого фасада. Ну, понимаю, что в этом году и 30-летие, и 125 лет самой школы. Конечно, хотелось бы и самим, потому что ежедневно, по нескольку раз проезжая на работу с работы, так видим мы это все. Поэтому будем стараться сегодня изыскивать эту возможность и в ближайшее время будем стараться ее ремонтировать. Хотя в прошлом году даже на ремонт в этом здании было много потрачено средств, особенно те средства, без которых сегодня технологический процесс нельзя там осуществлять. Это в каждом кабинете должна быть и умывальник, и вода, и так далее. Это все делается. Как-то, вы же понимаете, по мере потребности, проблем, которые возникают, и подготовки к зиме, и к оздоровительному, и открытию летний период на территории этой школы, приходится безусловно, в первую очередь, те даже средства, которые мизерные есть, именно в этот процесс направлять. Спасибо. Спасибо. Спасибо.